Лето это жаркая пора, особенно для определенного типа людей. Мы можем узнать их по мозолистым рукам, обветренным от солнца лицам, по шерстяным платкам, намотанным на поясницу, и разговорами о рассаде, об удобрениях, о вредителях, о погоде. Буквально за три с небольшим месяца им надо успеть прорастить. Перекопать, посадить, прополоть, полить, подкормить, чтобы получить заветный урожай со своих шести соток. А потом все это засолить, засушить, замариновать. Догадайтесь, о ком будет наш сегодняшний рассказ. Дача нашей сегодняшней героини находится недалеко от города ВСНТ Белый Мух, которая называется в честь городского предприятия, которая и выдавала своим сотрудникам земельные участки для любителей свежего воздуха, тишины и загородной жизни. Дом на участке начал строить муж, а вот достраивать его уже пришлось самой. Надежда Николаевна, расскажите для наших телезрителей, что для вас дача? Дача для меня, ну, сама жизнь моя. Во-первых, меня радуют очень цветы. Я люблю цветы. Вот, потом люблю за овощами ухаживать. Я сажаю все, в принципе. Вот, особенно помидоры люблю, которые у меня всегда родятся. Ну, сажаю много и разных сортов. Вот, какие нравятся. Вот, например, эти золотые сердца я уже сажаю пятый год, наверное, подряд. Они такие урожайные, мясистые, вкусные. Вот, ну, и есть хваленые, сами знаете, на любителя. Вот, ну, и в то же время это движение, это жизнь. И, как говорил бородатый немецкий мыслитель Фридрик Энгельс, жизнь – это способ существования белковых тел. Жизнь на даче – это не только способ существования, но и способ отдохновения этих самых тел. Вот только огородники понимают слово «отдых» по-своему. Устаю, но вот это вот, понимаете, усталость, она приносит какое-то свое такое удовлетворение. Вот, приятная истома такая вечером, ну, и радуешься. То, что у тебя все получилось, ты что сделала, у тебя выросло, расцвело, урожай есть. Вот, все. Вот, и, ну, а таким обилием, конечно, я всегда делюсь. У меня сестра приходит, подруги приходят. Знакомым, незнакомым. Ради бога, ешьте, лишь бы только не пропало. Каждый квадратный сантиметр участка засеян полезной культурой. В случайно уклонившейся дорожке колодцу на метр влево раз и наступил в грядку. Пошатнулся и рукой порвал пленку на теплице. Упал и в навоз. И все это сделано нежными женскими руками. Ну, копать и посадить, это я все сама, одна потихоньку. Вот, убрать. Еще тоже помогают немножко. Вот, ну, а перевозить у меня уже мужчина на это и есть, чтобы все это перевезти. Вот, а так в основном одна. Ну, у меня помощники садовые инструменты хорошие. У меня есть соковарка, у меня есть электромясорубка, комбайн. Ну, вот это вот все помощники, которые помогают все вот это быстро переработать. Не как раньше по традиции, это по старинке, да, в терочку, а вот быстро раз закидал и все. Главное только начистить надо успеть. И банки найти. И банки найти. Ну, мы уже приготовили, они опустошаются так, а так вот я говорю, быстро все. Ну, вот здесь у меня вот эти вот помидоры, они стоят в яблочном соку. В яблочном соку? Ну, да, в яблочном соку. Вот видите, внизу там такой налет небольшой, это вот яблочный сок там. А вот это вот помидоры в яблочном соку. Пробовали? Мы тоже не пробовали. А еще есть у меня сторшаркаша, который сидит на крыльце, охраняет окошек. Трудности настоящего дачника не останавливают. И надо быть всегда в курсе всего, что происходит на твоем участке. Ведь в натуральном хозяйстве что вырастешь, то и покушаешь. Как у правильного садовода у вас, наверное, есть книжка, цитратка, куда вы все записываете. Да, все это есть. В основном я читаю, перечитываю газеты, что мне интересно. Ну, какие материалы, конечно, я их складываю в копилку. Вот, и потом у меня соседи, вот, которые, они всегда, а что с этим делать? А что с этим делать? А у меня вот это. А что надо сделать? Они всегда, я у них, как это самое, научный сотрудник. Правда, все идут ко мне за советом. А что надо вот? Я говорю, пойду почитаю, сейчас это расскажу. Судьба у городского крестьянина сезонная и делится на четыре периода. Посадил, собрал, увез, скучаю. Он у вас круглогодичный или все-таки нет? Или вы только летом на даче находитесь? Я только летом нахожусь, с весны и до осени, пока вот урожай это самое не соберется. Здесь пока кусты и деревья, все это обрабатывается. И когда уже все убирается, все чисто, тогда только закрывается сезон у меня. Зимой я дома, но зимой я приезжаю, я говорю, я снег чищу. Ради своего здоровья, я занимаюсь как бы гимнастикой. Ну вот самое трудное, что вот, скопать или собрать, переработать? Самое трудное переработать, когда урожая очень много. Вот это самое трудное, потому что времени не хватает, руки только две. А вы видели когда-нибудь огородника без своих фирменных рецептов, заготовок? У меня очень много записей, поэтому я даже стараюсь как-то делать, которые любимые рецепты, я стараюсь их много сделать. Но каждый год я делаю новое, что-то пробное, потому что бывает хваленое, но не очень. Вот это у вас варенье из тыквы, можно я попробую? Вкусно, обалденно. Ну это, вообще-то, это можно сказать, что это живое варенье. Прокручивается тыква через мясорубку, добавляется, с лимончиком прокручивается, добавляется немножко песка, вот это вот, прям немножко, чтобы только пену снять, и все. Ну, хранится в холодильнике. А сколько сахара на килограмм? Ну, это я не помню, но немного, немного. Вот, и в основном я стараюсь закатывать сейчас вот все, вот видите, в маленьких баночках таких. Вот этот вот кетчуп у меня свой. Даже кетчуп свой? Кетчуп свой, да. Потому что уже от магазина он отличается, и он вообще очень приятный, вкусный, могу тоже, дать, попробовать. Вот, и с ним блюдо получается, конечно, ну, вкус другой. Домашний. Домашний, да. Вот это пюре яблочное. Почти. Вот, это мы уже вот сделали, это уже все. Если здесь написано аджика, не верьте. Говорят, это яблочное пюре, очень вкусное. Вот, а также вот закатываю сок яблочный, он идет у меня из соковарки. Вот, и уже прям стерилизованный, только прям горячий заливаешь, и тут же закатываешь. И он тоже хранится, может, три года спокойно. Украшение дачного участка Надежды Николаевны – это цветы. Их можно увидеть на каждом свободном сантиметре земли. Ну, у меня цветы в основном простые. Вот, вообще я люблю ромашки, васильки. У меня такие простенькие цветы, которые не капризные. Вот, ну и посадить, конечно, порыхлить, вовремен дать водички попить. Вот, поэтому они и, как это, отвечают взаимностью. Радуются. Радуются, конечно. Вот, ну, у меня есть еще и роза одна, которую мне подруга подарила. Вот, роза – это вообще не мой цветок по гороскопу, и я к ним равнодушная. Поэтому у меня нет роз, я люблю такие простые. Вот, ну, я ей, как сказала, хочешь – расти, не хочешь – как хочешь. Что вы думаете, она у меня уже три года растет и цветет. И роза такая крупная, красная. Ну, вот все уже отцвели. А расскажите про лососевый цветок. Ну, который лососевый – это у меня кустарник роддендрон. Вот, по весне он начинает распускаться такими крупными лососевого цвета цветами. И он стоит весь-весь такой огненный, красивый. Вот. А потом уже, когда, ну, сколько он, недели-две, наверное, цветет, потом начинают эти цветочки опадать, и уже тогда только выходит зелень, листочки начинают выходить. Так очень красиво. И вот соседи у меня смотрят, что у тебя там такое красивое. Я говорю, кустарник у меня цветет. Надежда Николаевна – неутомимый дачник-профессионал. Встает на рассвете, галоши снимает, когда уже совсем темно. Ее авторитет у соседей сомнений не вызывает. Она знает наизусть лунный календарь. У нее несколько томов рецептов консервирования. Она специалист по садовым инструментам. И может поделиться лайфхаком, как ловить бабочек-вредителей без сачка. Легко может угостить парой баночек варенья. Настоящая русская душа, которая живет тем, что любит.